Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Безработица среди мужчин в Таджикистане стимулирует трудовую активность женщин. Женщины ищут разные способы зарабатывать деньги. На специальных курсах ткачей в Сагдийской области обучают древнему ремеслу и изготовлению атласа. В республике набирает популярность национальная одежда из этой шелковой ткани, поэтому и возникла необходимость возродить традицию пошива одежды из атласа. Все подробности у Хуршеды Дурахш. Платье из атласа – это необходимый элемент гардероба женщины-таджички. Синтез традиционный. Одежды современные сегодня очень актуален в республике. Наргиза Джаматова вот уже месяц как обучается изготовлению атласа и его разновидности адраса в учебном центре в Бабаджан-Гафуровском районе Сагдийской области. Здесь, кроме Наргиз, обучаются древнему ремеслу. Около 40 женщин, а еще вчера они были безработными. Основная масса женщин – это бывшие сельские домохозяйки, многие из которых не имеют практического опыта и навыков квалифицированного труда. До сегодняшнего дня я была домохозяйкой, не работала. Когда узнала, что в этом швейном цехе также и обучают, я не раздумывая пришла сюда. Планирую изучить тонкости изготовления атласа и адраса, купить аппарат по производству и обучить своих подруг и женщин своего села этому ремеслу. Бабаджан-Гафуровский район Сагдийской области считается одними из самых неблагополучных районов в плане занятости населения. Район граничит с Кыргызстаном и Узбекистаном. Джамат из Фессор является одним из больших общин района, где проживают свыше 30 тысяч человек. Это таджики и узбеки. Махферат Дихканова, руководитель учебно-производственного центра по изготовлению атласа и адраса в Бабаджан-Гафуровском районе, говорит, что в ситуации, когда мужчины не обеспечивают жизненно необходимые потребности семьи, таджикская женщина принимает на себя несвойственную ей ранее роль кормильца семьи. Молодые девушки и женщины изучают профессию ткачихи. Мы тут собрали их со всех микрорайонов. По завершению курсов мы выдадим свидетельство об окончании и подарим выпускникам по одному текстильному оборудованию. Они, в свою очередь, после окончания смогут обучить данному ремеслу своих соседей. Сейчас мы привлекли 40 женщин-домохозяек, обучаемых тонкостям старинного ремесла. Это вышивка, шитьё чапанов, атласа и лоскутное шитьё. На севере Таджикистана, в Саддийской области, в советские времена насчитывалось сотни мастерских по производству шёлковых тканей. Сегодня большая часть предприятий по выпуску атласа простаивает, и секреты древнего ремесла постепенно забываются, утверждает Азизбек Вахидов, председатель Джамуата Исфисор. Джамуата Исфисор считается одним из самых больших в Бобджон-Гафуровском районе. Тут проживают 2500 домохозяек. Повлекая в работу ответственные структуры, мы проводим среди женщин информационно-познавательные программы. Мы хотим вовлечь всех женщин к обучению народными ремеслами. И таким образом планируем в течение четырёх последующих лет обеспечить их рабочими местами. Сегодня в Бобджон-Гафуровском районе проживают 183 тысячи женщин. 15 тысяч из них считаются безработными. За последнее время около 5000 женщин уже обеспечены работой. Однако ещё многое предстоит сделать, отмечает Оиша Саторова, специалист отдела по делам женщин местного органа власти. Председатель района утвердил грант, который будет проводиться в два этапа, и он составляет 100 тысяч самани. На первом этапе 50 тысяч самани могут получить женщины, которые работают на дому или же вернувшиеся из трудовой миграции, а также матери, которые имеют детей с ограниченными возможностями и не могут работать в центре. Сегодня женщины своим трудом могут улучшить не только жизнь своей семьи, но и внести вклад в возрождение народных ремёсел и развитие государства. Биржи труда и ярмарки-вакансии, организованные властями, лишь частично решают проблему трудоустройства. На рынке труда сегодня востребованы только высоко профессиональные кадры, поэтому сейчас акцент сделан на обучение женщин, подчёркивает Тавакал Маликов, представитель Министерства торговли и экономического развития Таджикистана. Вопрос обеспечения рабочими местами является одной из важнейших проблем. Мы должны стараться создавать новые рабочие места, в том числе и постоянные. Сегодня в Таджикистане функционируют свыше 60 учреждений по начальному обучению ремёслам и свыше 50 учреждений по среднему обучению, а также порядка 80 образовательных центров, которые обеспечивают полный цикл обучения девушек и женщин по специальностям. Традиционное производство тканей ручной работы, таких как атлас и адрас, с одной стороны обеспечит женщин работой, с другой возродит древнее искусство изготовления тканей и сделает местный продукт конкурентоспособным на рынке. Репортаж подготовил Хуршеде Дурахш, Бабаджан, Гафуровский район, Сагдийская область. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Продолжение следует...